Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод, кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь с нами. Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. У меня на многих такое мнение. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает продюсер, общественный деятель Руслан Мамедов. Руслан, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. По старинке. Ничего страшного, что я так вот обращаюсь. Вы сказали, что я общественный деятель. Удивительно. И впервые я в особом мнении. Вот такая честь для меня. Вы правда находите, что я общественный деятель? Абсолютно. Абсолютно. Мало того, я подготовила сегодня вопросы, которые точно покажут, что вы общественный деятель. И классно, потому что мы общались до эфира. Я из нашего общения идеи как раз выловила. И классно, что наши программы и на какое-то взаимодействие позволяют, как мне кажется, мне назвать вас общественным деятелем. Но обычно у вас на дневной разворот приходят солидные люди такие. Это кокетство, Руслан. Я хочу сказать, которые себя считают общественными деятелями. Да это кокетство. Все, мы сегодня разберемся. Пускай слушатели сделают вывод. Хорошо, я рад. Я надеюсь, они мне тоже доверяют. И мы посмотрим, как сегодня у нас сложатся общения. Ну, вообще, мы тут порадовались 1 сентября, как родители. И вы, и я. Детей своих снова отправили в школу. Ну, и нас порадовали, конечно, чиновники. И губернатор не оставил чиновников без работы выходные, в том числе и творческой работы, кроме поездок для открытия всякого прочего, что любят открывать, особенно к первому числу каждого месяца. Я читал, смотрел, да. Мы об этом поговорим чуть ниже. Он придумал выкладывать фотографии в интернет. Детские фотографии свои нашел, выложил их в Facebook. И подчиненных призвал сделать то же самое. Он предложил им вот такое милое сопровождение празднику сделать. Фотографии с 1 сентября. И мы их увидели первоклассниками. Видели? Кстати, мне тоже кто-то написал, не помню, то ли из вашего холдинга, но я, к сожалению, не успел ответить, потому что некогда было. Просили тоже фотографии первоклассники меня. Ну, как-то я вот извиняюсь. А почему? Просто не успел. А хотелось? А почему бы нет? Я считаю, что это неплохо. Я, на самом деле, похож парадоксально, что некоторые люди не похожи на себя сейчас. То есть дети, они одни, а взрослые, они совершенно другие. Представляете, что с людьми делает жизнь? И как один все не улыбаются, да? Ну, вообще, мы тогда все не улыбались. Я вот на себя смотрю тоже. Я без отцовщины полурусский мальчик. У меня железки вот такие, знаете, и глаза слезливые, большие на выкате. Я-то понимаю, от чего, так сказать, да. Все такие фотографии выложили ребята. Все такие суровые, серьезные, да. Татьяна Мазур, это вообще прям, знаете, Зоя Космодемьянская. Вот чем чувствуется, что у нее стержень такой мужской всегда был. Ну, у нас тоже есть этот материал на сайте, хакирова.ру, и там есть фотографии тех чиновников, которые их выложили. Я просто подумала, с какими чувствами чиновники выкладывали эти свои первосентябрьские фотографии из первого класса. Всем ли хотелось это делать? И, главное, понимали ли они, зачем они это делают? Ну, я думаю, с теплыми, наверное, все-таки. Тут, наверное, нет никакой подоплеки, и, может быть, не надо даже искать, как говорят, знаете, черную кошку в черной комнате, тогда, когда ее нет. Ну, знаете, такой фан, немножко веселье такое, знаете, сегодня управление государством с налета такого пиара, легкости, псевдодемократичности. У нас Игорь Владимирович веселый человек. Чувствуем его у него шикарно, я хочу вам сказать. Он питерец, он КГБшник, давайте не будем забывать. Это голубая кровь, всегда была Советского Союза образованный человек, нелишенный чувства юмора и чувства прекрасного, безусловно. Эти люди были всегда близки к богеме, они общались с разными людьми на разные темы, поэтому, знаете, как бы молодежь сказала, что наш губернатор поляну секет, это точно. Что такое популизм, что ли? Что это такое? Ну, это популизм, конечно. Зачем это веселье? Ну, почему бы нет, но это популизм. Сегодня это одна из форм общения с электоратом, правильно? То есть популизм, то есть раз, вот я вот такой хороший там, где-то сфотографировался, значит, козу показал, где-то вот красная ленточка у него на руке, у меня тоже красная ленточка на руке. То есть он как бы, он человек. И в целом, вот насколько мы с ним общались... Показать человеческое лицо чиновника. Да, человеческое лицо, а почему бы нет, потому что, ну, вот первое сентября, тем более, есть хороший повод по этому поводу. Историю, и посмотрели эти фотографии, заинтересовались, радовались. Да-да, я вот один раз написал, так сказать, грешу немножко, как это сказать, не бумагом, морательством, а что-то пописываю, да, графоманством, скорее всего, так сказать, да, и даже написал о себе такие строчки. Я знаю, что писать я не умею, стихами не назвать мое творение, не претендуя на величие жанра, я просто не справляюсь с вдохновением. Вот иногда, как филолог, я пописываю, значит, и прозу, и что-то такое. У меня есть один рассказ «Когда в тебе умирает мальчик». Это написал сам себе где-то года четыре назад, и понял, насколько важно, чтобы в мужчине долгое время оставался мальчик. Тогда у него есть шанс этому мальчику не превратиться в дядьку, а сразу стать стариком. Потому что мальчик и старик, они одинаково святы. Один врет не потому, что он хочет обмануть, да, а другому уже врать не нужно. Помните, говорят иногда, малый, что старый. Это вот сейчас к чему отношение нашей темы? Чиновники должны оставаться с детьми зачем? Если у них есть такая привилегия и шанс оставаться тире детьми, тире людьми, то я просто снимаю шляпу перед этими людьми. И в первую очередь вы сейчас правильно сказали, казаться или быть, тут уж у каждого, наверное, своя совесть, свое мерило внутри находится, свое мироощущение. Ну, давайте вернемся к тому, что реализовывали чиновники 1 сентября. Флэшмобом все не ограничилось. Я правда была очень уверена, как это все умерло. Это флэшмоб, да, такой. А сколько вообще отозвало? А может, по стране? Я видела, по-моему, нет, это была частная инициатива, местная. Я видела, по-моему, 5 или 6 фотографий, не всех чиновников. И, честно говоря, дальше уже и не хотелось смотреть особо. Да, и я вот, например, почему-то подумала, что некоторые, может быть, в общем, со скрипом зубовным выкладывали свои фотографии. Ведь не обязательно только позитивные воспоминания от школы. Не знаю, мне Гера Барминов понравился, Георгий Андреевич. Он всегда был милый, хороший парень. И остался таким. Александр Чурин был, Дмитрий Курдюмов. Кстати, я заметил, что в то время дурно стриженные ребята были всегда. Я помню, мы такие были, вихрастые, клочки. Максимум сводят меня в парикмахерскую, подстригут под канатку. Это вообще ужаснейшая штука. Ну и сейчас со стрижками тоже не все в порядке мужским, я бы так сказала. Но это отдельная тема. Ну не у всех, как вы понимаете. Возьмем ее в разнородный бизнес. Ну, конечно. Итак, флэшмобом все не ограничилось. Делегация чиновников прибыла в новую кировскую школу. Это школа номер 26, что построена в Урванцево. На самом высоком уровне прибыла эта делегация. Там был Игорь Васильев, его замы. Там была Елена Васильевна Ковалева. В общем, было такое ощущение, что практически все правительство с Думой городской там собрались. Вся королевская конница и вся королевская рать. Так вот, не знаю, чья это была инициатива, но все по списку объявили себя наставниками первоклассников. А там прямо семь классов первых. И обещали шествовать над школьниками до самого их выпуска. До самого их выпуска. Ну, это забавно, конечно. То есть, они таким образом как бы говорят о том, что несмотря даже на то, что если завтра они перестанут быть губернаторами, там сказать, и мэрами, да. То есть, они продолжат вот этот свой данный обет. Не знаю. Ничего не сказано про это. Ну, вы знаете, это тоже, наверное, из разряда какого-то такого сегодняшнего хайпа, да. Но, с другой стороны, честно вам скажу, что мы живем в мире хайпа, да. Кругом этот хайп, я считаю, что главный результат. Я списался, кстати, с представителями компании «Железная», я с ними дружу, я с большим пиететом отношусь к ним, к руководителям. И там у меня есть, я так понимаю, что в пиар-службе Татьяна Демина, моя подруга хорошая, мы с ней списались, она сказала, просто совершенно в фейсбуке мне написала, сказала, ну, а с другой стороны, Руслан, ну, а что, если будет результат, правда, а если детей возьмут и куда-то сводят, как-то им украсит жизнь, какой-то вот у них будет другой досуг, как у нас говорят, да. Я знаю, сейчас меня Юрий Моисеевич слушает, Миславский, он любит это слово досуг. Да, поэтому, ну, наверное, Светлана, нам с вами, наверное, просто нужно думать о результатах. Если в оконцовке будет хорошо, то, ну, тогда наш с вами разговор будет о том, что вот, ну, мы как бы их либо осуждаем, либо принимаем их поведение. То, скорее всего, это поведенческая модель сегодня такая власти. Вот она, наверное, относит нас к первой части нашей программы. Ну, это, наверное, популизм, наверное, пиар какой-то. Ну, пусть, значит, так будет, пусть такой пиар. Значит, Васильев еще сказал, что привлекать к шефству хотят руководители крупных предприятий, организаций города и студентов. И эта идея заинтересовалась уже издательство просвещения. В рамках шефства они собираются создать в 26-й школе специализированный инженерный медицинский класс, где дети будут проходить профобучение. Что только в этой школе нет. Шефство само по себе неплохое понятие, равно как наставничество. Это все из Советского Союза идет, но у нас не только 26-я школа, так скажем. Вот, этим же все не закончилось. 26-я школа сама по себе великолепна. Ее представили уже на самом высоком уровне министерском, 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 федеральном. И спортивные там залы, и танцевальные, и полная компьютерная комплектация. Слушай, я уже хочу туда съездить, посмотреть. Экспериментальные лаборатории, так дальше и так дальше. Все в одной школе. Все в одной школе. Класс. Я не видела, честно говоря, 1 сентября какие-то репортажи из других школ, где, может быть, не все так блестяще. И, честно говоря, когда мы видим вот такой высокий стандарт, с грустью задумываешься о том, а в каких стандартах существуют другие наши школы, которые... А есть ли стандарты? Давайте поразмышляем. Давайте поразмышляем. Мы говорим сегодня об амплитуде, да? Вся наша жизнь сегодня очень амплитудная, да? Есть, вот я своей терминологией буду пользоваться, она, мне кажется, применима из моей... Есть хедлайнеры, там, школа номер 26, правильно? А есть, вероятно, какая-то школа в каких-нибудь вересниках, правильно? Или где-нибудь там, где, извините меня, прогнили там, ну, все, что можно было, да? То есть не совсем комфортно. А есть еще и другие школы в селах и поселках нашей необъятной страны России. Конечно, вот хорошо, когда есть такие школы, но очень бы хотелось, чтобы была какая-то средняя... Модель. Средняя модель. Какая-то модель. Сейчас мы порассуждаем над этим после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Руслан Мамедов, продюсер, общественный деятель. Руслан очень отдельное предложение мне сделал в перерыве. Мы потом его обсудим после программы. Может быть, из-за этого что-то получится. Так, продолжаем разговор про школы. И вот мы видим очень высокий стандарт, который задали 26-й школе. Светлана, не забывайте, вау-эффект сегодня тоже этот элемент. Безусловно, конечно, вау-эффект. Мы пока не знаем, на самом деле, как будет учебный процесс выстроен в этой школе, потому что только-только она открылась. Мы видим там делегации постоянно приезжающих туда чиновников. Вот тебе и шефство, вот тебе, значит, на экскурсию сводят в космический центр. Сам Василий, в своих первоклассников, не помню какой там по букве, первый класс его. Да, вот высокие стандарты. Компания «Железно-молодец». И дальше мы вспоминаем вот школы, которые есть. Причем не худшие школы в нашем городе. Есть ведущие школы в нашем городе, которые прозябают в старых зданиях, там в садиках каких-то пристроенных, достроенных. И, в общем, ты не видишь перспектив. А что там будет меняться? У людей отсутствуют спортзалы. Какие уж там танцевальные залы. Вот это ничего нет. Но об этом никто 1 сентября не говорит. Ну, так живет наша большая часть, к сожалению, страны. Потому что пока руки дойдут, я знаю, что многие школы... А что бы вот этой делегации, извините, пожалуйста, Руслан, что бы ей не высадиться в другой школе? И там не взять над ней шефство, где не так все лучезарно. Хотя бы с точки зрения материальной базы. Ну, они же, в общем-то, о своем портрете публичном, в общем-то, пекутся весьма. И, конечно, им всегда приятно, когда они находятся с положительными, да, какими-то проявлениями жизни. Очевидно, это же, в общем-то, сегодня они осуществляют публичную свою деятельность. Сегодня публичное лицо их очень важное на сегодняшний день. Хотя я не исключаю той возможности, что, в общем-то, они, конечно, обсуждают все эти вещи. И в последнее время, вам хочу сказать, и в городе, и везде мы видим какое-то рукоприложение. Вот давайте будем честными и давайте будем как-то объективными, потому что там, скажем, Сократ не друг, но истинно дороже. До чего-то руки доходят. В частности, там, медицину перетряхивают и хорошо перетряхивают. Сегодня мастят там какие-то мостовые в нашем городе. Это тоже признак такого мира. Нет, давайте вернемся к школам все-таки. Мне бы хотелось верить, что как-то худо-бедно, вероятно, не только там о вот таких хидлайнерах, да, как я уже говорил это слово, там, в школах. Может быть, они и обращают внимание на другие. Просто надо изучать этот вопрос. Скорее всего, у них должна душа, по крайней мере, болеть. Например... Пусть они, вот эти все чиновники, которые взяли в шество 7 первых классов 26-й школе, взяли бы тем же решением Васильева или предложением, рассредоточились бы по 7 разным школам. А может, они сейчас услышат и это сделают, потому что было бы это, честно говоря, порядочно. Причем не самых-самых вот таких школ. Это было бы, честно, это было, по крайней мере, тогда бы это был не просто галимый пиар, да, как мы говорим там, или популизм, да, а это был бы, допустим, такой, да бог с ним, давайте называть современным делом, такой флешмоб, который бы превратился в традицию, распространился бы и, опять-таки говорю, что в результате бы получилось лишь только продвижение вперед. Улучшились у кого-то условия образования, у кого-то улучшились гигиенические условия в школах, потому что это немаловажно, если дети сидят по 8 часов в сыром помещении, которое плесенью, так сказать, там отдает, это совершенно другие вещи. Но я вот боюсь вот чего. Я боюсь того, что в целом у нашей страны на это денег нет. Вы ведь прекрасно знаете, что вот сегодня девелоперская компания железная, откуда там растут ноги, правильно, да? На сегодняшний день, если структура бизнеса не выстроена таким образом, что она корнями уходит в учредительство серьезных людей около политических и крупных финансовых группировок, да, то вряд ли какая-либо школа сможет сделать что-то подобное, потому что изначально эта модель этой бизнес-структуры, она как бы заточена под какие-то госзадания, да, госзаказы, обслуживание там, может быть, каких-то серьезных проектов, а может быть, даже и спонсирование каких-то проектов, на которых у государства сегодня денег нет, как бы оно ни хотело сегодня отнять у населения все деньги мира любыми способами, так сказать, пенсионными реформами, я не знаю, там, социальными управляющими компаниями, всякими прокладками. То есть вот у нас была в редакции крамольная такая мысль, вот сейчас после того, как ввели такую великолепную школу в строй, 26-ю, город возьмет или область возьмет и введет в стандарт вот строительство именно таких школ, а не по остаточному принципу, вот, да, надо еще 6 школ построить, ну, построим, на что есть деньги. А вы не знаете историю с той школой, крупной самой, по-моему, на тысячу человек, это года два назад, там, Владимир Васильевич Быков приезжал, что-то там где-то было, в какой-то тоже Слободев какой-то. Зиновый, что я не помню. Там тоже какую-то такую халабуду отстроили, гигантскую пиарили, говорили, что самая большая школа там, какая-то была такая программа в России, укропнение вот таких кластерных школ. Вы не знаете, чем это все закончилось? Ну вот, пожалуйста. То есть там пшик и как бы все. Надо посмотреть вообще, то есть мы не знаем их стратегических целей, что они хотят. Либо они хотели сегодня сделать вот такой пиар, и, как бы сказать, краткосрочный, да, либо вдруг это начнется какая-то история долгосрочная. Зададим им вопрос. Зададим, конечно. Зададим. А что вообще детям нужно? Вот шество чиновников, им поможет хорошо себя чувствовать в этом городе, например, в этой школе, в этом городе? Ну, а почему бы нет? Я считаю, тут надо все камни в одну корзину класть, чтобы все в гору было. И чиновники, если хотят пиариться, пожалуйста, лишь бы они делали чего-то хорошего. Ну, не жалко нам этого пиара, господи, прости. Понимаете, дело в том, что пиар это такая вещь, вот ты пиаришься в течение всей жизни. Всю жизнь ты делаешь бизнес с белыми перчатками, с белым воротничком. И вот где-то на финале хлоп и парк победы. Понимаете? То есть жизнь-то ведь она очень мудра, понимаете? И Господь Бог, слава Богу, у нас есть. И люди не все болваны, которые смотрят в этом городе и наблюдают за всеми. Ты сколько ни пиарься, если ты делаешь это искусственно, то рано или поздно ты проколешься и покажешь свою сущность, как говорят. Вот еще раз про пиар. Вот дети пошли 1 сентября в школу, возвращаемся в этот чудесный, дождливый 1 сентябрьский день. И моя Зося, дочка, пошла в школу. Хорошо, Зося узнаешь, и школу нашу знаешь прекрасно в центре города. Знаю, я всю вашу семью обожаю. Да, и дочка твоя там училась в этой школе. Шла она через мусорную площадку. Прямо на тропинке до школы стоит мусорная площадка. Она, кстати, муниципальная, имеется в виду сама площадка. Прыгает через лужу, обходит огромный мусорный завал 1 сентября вокруг баков, просто огромный. Я это все фотографирую из окна. Потом дождь разразился, вот буквально только она ушла. Мусор поплыл по Горбачеву, на улицу Ленина. Вот такое 1 сентября они показывали. Знаете, вы сейчас такую проблему затронули, честно вам скажу. Где вторая моя компетенция? Ведь я, поскольку все-таки являюсь уже пятый год председателем ТСЖ, попросту управдомом. Проблемы ЖКХ, они меня как бы не обошли стороной. Я по мере возможности пытаюсь углубляться в них и буду максимально говорить свой пример. Вы знаете, сейчас что-то произошло, вот в этом августе город просто завалился мусором. Как мне сказали в нашей обслуживающей организации, поскольку в нашем ТСЖ нет управляйки, мы сами управляем. У нас это одноподъездный дом. У нас есть только обслуживающая организация, с которой у нас настроились очень хорошие отношения, апрель. Мне там прокомментировали следующее, что в августе прошли торги между неким Купритом и САХом. Куприт это теперь региональный мусорный оператор. Вот, и САХ у него будет как бы подрядчиком. Понимаете? Мне как-то казалось раньше... А владельцы там одни и те же. Да, да? Серьезно? Мне как-то раньше казалось, что САХ это какая-то государственная контора, когда еще Кукс работал, царство ему небесное. Оказалось, что САХ, ну, спецавтохозяйство, да? Вот, и они там чего-то как-то между собой вот это все распределили, какие-то роли или прочие дела. И пока суть до дела, нужно повысить какие-то тарифы, потом затем они размышляют по поводу того, чьи контейнеры, сколько должно быть контейнеров, нормативы, должны ли туда бросать люди, проезжающие мусор или какие-то коммерческие организации мусор. Пока они это обсуждают, город потихонечку превращается в свалку. И наш двор, и наше домовладение это не обошло. У нас три дома стоят, три домовладения нашей дворовой территории. И вот я смотрю, вдруг кто-то взял и около, значит, этих мусорных бачков выбросил строительный мусор. Это буквально два или три таких белых мешка, то ли с пылью, то ли с щебнем там, ну, с какими-то элементами ремонта. И как только появились эти вот несчастные мешки, как будто притяжение, все люди начали прям тут бросать весь мусор. Вероятно, даже те, которые могли бы бросить их в контейнер, они начали здесь бросать. Мы искали очень много входов-выходов. В оконцовке мы что сделали? Мы договорились с тремя председателями ТСЖ, посмотрели наши фонды, у кого есть какие фонды, у кого есть какие деньги. В соседние дома. Да, вызвали машину, заплатили там 3000 рублей. Машина приехала, загрузилась полностью. И вы можете себе представить, она еще даже к какой-то части не смогла увезти. То есть на сегодняшний день мы опять стоим перед этой дилеммой и чувствуем, что пока суд доделал, нам, наверное, придется взять это все в свои руки. Некая такая самоорганизация. То есть мы, наверное, будем договориться, что у нас такая будет ромашка. В этом месяце мы отвезли, в этом месяце вы отвезли. То есть по мере накопления этого мусора. Но с этим же делать что-то надо. И вот тут я еще пока ответов не знаю. Вы не разбирали вообще эту тему, не задавали компетентно? Нет, мы задавали, конечно, эти вопросы. Откуда мусор в городе тащит? Мы отдельно приглашали САХ, отдельно приглашали общественников, отдельно приглашали управляющих компаний. Что они мычат? Они друг друга обвиняют в разных вещах. САХ говорит, что слишком много управляющих компаний, и не все они добросовестны. Управляющие компании говорят, что САХ самовольно не продлевает договоры на вывоз мусора. Да, общественники говорят, что люди не платят деньги и клянут и то, и другое. А Шульгин стучит кулаком по столу, Илья Вячеславович, сити-менеджер, и говорит, что немедленно все убрать. Все убрать, буду лишать лицензии управляющих компаний. А когда он это стукнул? Можно узнать? Это вот буквально пару-тройку недель назад. Пару-тройку недель назад? Да. Так вот у меня лично во дворе ничего не изменилось. И 1 сентября ничего не изменилось. Понимаете? Если бы он стукнул и через неделю бы все убрали, да я бы там, не знаю, топил за Илью Вячеславовича, просто там первые, понимаете, да? Но он сейчас в отпуске. А, ну понятно. Но это, конечно, очень отвратительно. Я думаю, что и наши радиослушатели согласятся. Может быть, кто-то позвонит, кто-то что-то скажет, кроме жалоб, конечно, как этот вопрос решать. Но если кому-то мой скромный опыт поможет, чтобы наш разговор все-таки был предметным, я считаю, что нужно, конечно, брать это дело в свои руки. С одной стороны, это эффективно, но с другой стороны, это вообще, честно говоря, безумие, Светлана. Мы настолько вовлечены сегодня в решение всех наших проблем, кроме того, что мы являемся там, уж простите меня, там, налогоплательщиками, там, затем мы платим какие-то свои фонды капитального ремонта и так далее. Сегодня человек должен администрировать вообще свою жизнь. Я недавно просто ездил за границу и так далее. Не скажу, что, кстати, везде чисто, не скажу. Если мы будем сравнивать нас там со Швейцариями, допустим, с какими-то Австриями, это да. Но, честно говоря, есть и страны, там, Юго-Восточной Азии, там, Индии, такие, что наши города еще будут, извините меня. Да и европейские тоже есть, островные государства. Я хочу вам сказать, Париж, там, увидеть Париж, умереть. Кто был в Париже, там, это, простите меня, там, еще до сих пор. На окраинах, спасибо. Да, кажется, что сейчас какой-нибудь клошар выйдет, там, и попросит копеечку. Поэтому я что хочу сказать. Если кому-то наш опыт поможет, то, наверное, надо это делать. Хотя это требует внутренней какой-то, знаете, вот, внутренней готовности. Но не каждый человек готов за себя и за того парня просто взять и сделать хорошо всем. Вот люди проходят, проходят, проходят. Ну как, вот если ты с горячей водой, ты должен постоянно думать, когда включат, когда не включат. Опрессовка, батареи, минуса. Затем все это меняется. Вообще, вы не удивлены тому, что мы вообще живем не только в нестабильном политическом мире. Мы не можем никак выстроить какую-то конструкцию, с которой бы мы, например, заморозили хотя бы там тариф или бензин, или что-то, хотя бы, ну, на полгода, да? Мы постоянно, что-то у нас вот эта вот волатильность. Каждые полгода в повышении. Какая-то подвижность идет, все меняется. И мне кажется, что в момент вот смены каких-то правил игры, назовем это просто, кто-то на этом ловит свои деньги. Совсем недавно я столкнулся с тем, что наши формы собственности, я занимаюсь, в общем-то, шоу-бизнесом, у нас есть формы собственности, ИОО и ЧП, ИП, точнее, так сказать, получили опять письма счастья из налоговой. Понимаете, там со всеми, мы у вас все заарестуем, понимаете, мы у вас там все, а недоимка была там 235 рублей. Почему? Я спрашиваю своего бухгалтера, он говорит, потому что сменились там какие-то коды или сменились какие-то нормативы. На вопрос, а почему вы это не предупреждаете, ответ был крайне прост. Ну, мы не можем вас всех предупредить, все было на сайте налоговой, значит, нашей инспекции, то, что вы не знаете, мы не виноваты, давайте вперед штраф платите. Мне кажется, что нашему государству выгодны вот эти постоянные подвижки. Это, конечно, неприятно, ужасно, потому что страдает простой народ, простой человек. Прервемся на полторы минуты у нас реклама, напоминает особое мнение Руслана Мамедова. Да, это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает Руслан Мамедов, продюсер, общественный деятель. На самом деле, хотела напомнить, что мы проблему мусорных площадок еще в начале лета обсуждали здесь, в этой студии, в программе «Урбан», где вы были, и где был САХ, и где были управляющие компании. И тогда как раз еще в преддверии этого коллапса, микроколлапсов вокруг каждой мусорной площадки, который сейчас случается. Он начался в конце июля, вероятно, да? Да, мы говорили о том, как избежать этих вещей, обсуждали здесь очень активно, но не избежали, а все пошло вот как пошло, то, что мы сейчас видим. Там все были участники нынешнего процесса. Мы тогда говорили, как сделать такую мусорную площадку, чтобы вокруг нее не собирались вот эти горы мусора. И я что-то не увидела практически ни одного воплощения там, мгновенного. Хотя мы тогда говорили о запирающихся на ключ площадках, и они стали точечно возникать в городе Кира первые эксперименты. И какова практика? Не знаю, пока практику надо будет отследить. Мы говорили об объединении жителей с обсуждением того, как будет обслуживаться площадка. Вот на примере вашего двора уже можно говорить, что пришлось взять в свои руки. Да, пришлось, иначе бы мы погрязли в мусоре. Но мы не видим серьезного и глобального решения, которое бы за общим столом было вынесено управляшками, сахом, купритом, неважно, кто там вывозит, и городскими властями. Вы знаете, честно вам скажу, что у меня престиж управляющих компаний в моих глазах за последние 5-6 лет я общался с этими людьми. Ну, я не знаю, по какому принципу этих людей туда собирают, но они неприятны как люди, во-первых, да. А человек ведь является носителем каких-то вот ценностей, да, каких-то правил поведения. Все про хвосты вам доставали, что ли? Мне, во-первых, абсолютно циничные какие-то, циничные, знаете, какие-то люди, даже не кировчане. Вот одна женщина была, как и фамилия там, Лагода, господи, Лабадо, я сейчас вспоминаю. Года три назад я с ней пообщался, четыре, слушайте, у меня волосы дыбом стали, ну, это такая халда, знаете, которая там, ах, 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 знаем мы тебя, ах, 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 как, помните, сразу у меня на мысль приходит персонаж фильма Ноны Мордюковой «Управдом», помните, из кинофильма «Бриллиантовая рука»? Нечто такое, только с крайне отрицательным моментом. Смотрю, через три месяца ей вручают, значит, у нас премию, как одной из самых лучших ведущих управляющих компаний. А потом она куда-то сгинула, понимаете, потом... С долгами? Да, с долгами. Вы понимаете, о ком я говорю, просто я не помню фамилию этой женщины. И почему-то вот сейчас мы общаемся с компанией «Промус», есть такая компания, с которой вроде пришел хороший парень, там, Евгений, главный, я чуть не сказал, дирижер, простите, главный инженер. Пообщались, хороший парень, вменяемый, все нормально, но пропал где-то недели на две, потом на месяц, на полтора говорят, что у него традиционная русская болезнь. Но, тем не менее, клянусь вам, в восемь утра, в субботу, вдруг мы слышим под окном... Знаете, что это такое в городе? Это, значит, признак того, что в твоем дворе косят траву. Это мне так приятно, как этому управдому, я чувствую, что кто-то чего-то дошел и начал косить траву. Мы обзвонились, просто там трава колосится хуже, чем в парке зарядье в Москве, понимаете? Вышел человек, в восемь утра, значит, это все делает. Я звоню Евгению в Промус и говорю, слушай, старик, ну в восемь утра, ну в субботу. Он говорит, ничего не могу поделать, законодательство, мы имеем право. Я говорю, ну, бог с ним, мы все потерпим, потому что косильщик с бензокосой в восемь утра в субботу – это счастье. Он технично покосил всю траву, обошел репьи в мой рост. И как вы думаете после этого, сколько еще репьи простояли и где их сейчас судьба? Вы меня простите, Светлана. Мне кажется, там же арт-объекты такие образовались. Да, точно. Они стояли там весьма достаточное количество времени, порядка двух или трех недель. После этого появился дяденька с пилой. Я-то думал, значит, они заменят фрезу на бензокосилке, на такой серьезной и покосят. Дяденька появился с лопатой штыковой. Этой лопатой он порубил, значит, эти репей. Еще там репей немножко полежал, пожух. Дальше собрали репей и отнесли к нашим мусорным бакам. Руслан, это все технологии. Это просто технологии, наверное, с ним какие-то существуют. Только так можно репейничать. А теперь мы с вами кольцево возвращаемся к проблеме мусорных площадок. Потому что мусорщики, как я слышал, сказали, мы будем выбрасывать и обслуживать организованную мусорную площадку, в том числе наши мусорные баки. А все, что рядом, тиреостроительный мусор или что-то такое, мы к нему не притронемся. И куча растет. Вы владелец площадки, сам должен это сделать. Ну, смотрите, вы говорили, что все-таки город как-то преображается. И делаются тротуары, и делаются там дороги. И мало того, власти тут заявили, в преддверии, ну, не в преддверии, уже разыгран конкурс. Уже есть компания, которая будет новый генплан города разрабатывать и утверждать. И тут Ирина Рубцова, которая возглавляет городскую архитектуру, предложила горожанам управлять свои идеи по генплану города в архитектуру. Это было на общественных слушаниях, где жители, кировчане сказали, что, слушайте, ну, вот давайте мы какие-то предложения будем уносить. Например, давайте избавимся от промзон на берегу Вятки, давайте их застраивать красивыми микрорайонами, объектами культуры и так далее. Ну, почему бы нет? Прекрасно. Вы говорите, направляйте. Есть идеи? У меня, вы знаете, идей не так много, но мне казалось, что рано или поздно нужно попрощаться с этим на МОПРО-1 с изолятором. С СИЗО? С СИЗО. Я знаю, что мой друг Антон Касанов с большим трепетом относится к нему, потому что называется, по-моему, то ли, как-то даже у него есть название историческое. Замок там. Какой-то, да. Тюремный тип замок. Тюремный замок, да. Где там был Сталин и кто-то еще там. Ну, это вообще царских времен здание. Ну, с другой стороны, вот мне ни разу не ценна эта история. Понимаете, я ненавижу, когда в центре города, на шикарной набережной, при всем при том, стоит острог вот этот. А вот мы, когда обсуждали эту тему, ваш коллега, господин Скальный, когда мы говорили, можно ли использовать это здание, если переедет СИЗО, он говорил, там, наверное, классная акустика. И Игорь, ой, Дима Шляев говорил, там можно устраивать творческие мастерские, то есть превратить тюрьму в какой-то другой совершенно объект, как это в Европе. Не надо ничего, я считаю, ее должна постигнуть участь Бастилии. Снести до основания. К чертям собачьим снести. И на ее месте построить красивый-красивый, как-то я уже говорил, мне вот нравится новый символ Сиднея, знаете, опера у него такая красивая, как волна. Концертный зал. Концертный зал. Вдруг поставить... Исполнить мечту губернатора. ...какой-то красивый-красивый концертный зал с прекрасным куполом, который был бы подсвечен, и когда ты проезжаешь по мосту, ты видишь, что наша вот эта замечательная набережная имеет вот эту доминанту, представляете? И прожектора такие, вау, по небу шарашат прямо, да? И этот купол гигантский, да? Он светится родными светодиодными подсветками, представляете? Предложение от Руслана Мамедова внести в генплан города Кирова... А название-то знаете, какое я придумал? Сейчас. Снос здания изолятора и построить там большой куполообразный концертный зал наподобие Сиднеевского знаменитого. И назвать его, знаете, как? Как? Вятский Азори. Какое милое, замечательное название. То есть современное здание с таким... Ну, почему бы нет? Раньше был такой замечательный совершенно конкурс телевизионный, который давал людям лифты из глубинок, помогал возможность самораскрываться. Это уже, так сказать, мы приближаемся к основам моей деятельности культурной. Вятка Санрайз. Ну, может быть, даже избежать, может быть, английских каких-то названий. Хотя я не против. Вятский восход. Все идет к тому, что я вот проезжаю сейчас по улице Конева и смотрю, гигантскими буквами написано Turkish Donner, что означает турецкий донар. Такое ощущение, что я в Кемер, значит, заехал и так далее. Классно же. Ну, нормально, но я все-таки считаю, что... В море сразу мысли обратились. Да, но с другой стороны, такие англоязычные гигантские названия. Вдруг у нас стали появляться турецкие гастарбайтеры. Это же прекрасно. Они хорошо строят, говорят. Да пусть все, господи, едут. К культуре переходим. Отлично, отлично. Вы меня вывели на ту именно тему, которую я хотела с вами обсудить. В должность заступил новый начальник городского управления культуры Иван Строй. Он пришел на место человека, которого мы знаем, на место Ирины Исуповой. Почему акцентирую, что мы знаем? Марины. Простите, Марины Исуповой. Почему акцентирую, что мы знаем Исупову? Потому что она здесь бывала, она рассказывала, мы взаимодействовали. Ну, Марина, это один из наших людей номер один. Вот лично мне не довелось познакомиться, он был как-то депутатом моего округа, я ни разу не смогла до него дозвониться. Ну, и мы знаем его как директора ДК «Космос», и что он человек Валерия Крепостнова, говорят нам. Вам этот человек знаком? Да, знаком я с ним прекрасно. Что можете о нем сказать? Я, во-первых, дружу с Иваном, он отличный парень, он, кстати, из Донецка. Да, говорят, что он в растре с Валерием Васильевичем. Крепостновым? Да. Ну, мне лично не это главное. Главное, что он толковый человек очень, он драйвер. Как кто? Вы знаете, он толковый, как управленец. Он такой очень сдержанный даже в молодости, был такой очень вдумчивый, хваткий человек, человек команды, человек вертикали. Понятно, что он человек, так сказать, что скажут, то он и сделает. Но он, как у нас... То есть он человек Крепостновым? Ну, да. Но я хочу сказать, что на Вятке есть вот такой диалектизм. Он толусто знает свое дело. Вот говорят, знаете, как вот бабушки говорят. То есть дело он свое знает. Дело свое он разумеет. Я вам хочу сказать, что на посту руководителя ДК «Космоса» он себя очень хорошо показал. Ну, возможно, ДК «Космос», в общем, в таком плачевном состоянии находится, конечно, и наполнение его тоже оставляет желательно лучшего. Ну, я вам хочу сказать, что вот доподлинно из моих уст я могу сказать, что на сегодняшний день ДК «Космос» выполняет на 100 или больше даже процентов задачу очага культуры в том микрорайоне. Хорошо, принимается. Вам лучше знать. Он колосится, работает, бомбит прямо на 120 процентов. Если мы знаем, что он человек Валерия Крепостнова, и он занимает сейчас пост главы Департамента культуры в городе, а мы знаем, что в преддверии 650-летия Кирова придут достаточно серьезные деньги, можем ли мы ожидать, что проекты Валерия Крепостнова, а у него много культурных проектов, архитектурных проектов, будет получать преференции? Это особое мнение. Сколько на культуру придет? Нет, вообще намечается. 100 миллиардов к 650-летию на все про все. За пять лет город должен преобразиться. 100 ярдов? Слушайте, надо срочно идти. Кивану строй на работу. Надо куда-то. А устрой меня строй. Я, кстати, ему позвонился, спросил, у меня команда есть. Тем не менее, можем ли ожидать, что будет большее количество проектов, которые будет курировать Валерий Крепостнов? И как вы к ним относитесь? Ой, я вообще, вот скажем так, таких хитросплетений и таких тайн мадридского дыра, конечно, не знаю, но все, что делает Валерий Васильевич, меня просто приводит в какую-то высшую степень изумления. Одобряете? Ничего страшного, даже если они получат преференции. Вы знаете, Валерий Васильевич рано или поздно, как и мы все, мы отправимся в Волгаву, правильно, да? Но эти объекты, они останутся. И на сегодняшний день то, что он это сделал, за свой счет, кстати, хочу вам сказать, что это, дай бог, что служит людям. А теперь у него есть свой человек, который возглавляет департамент культуры. Мало времени просто остается, к сожалению. Я не знаю, какими инструментами и чего они там преследуют. Просто я хочу то сказать, что вот Иван мне сказал такую фразу, что все лучшее, что было сделано Мариной Александровной, не просто сохранится, а приумножится. Чудесно, он не мог другого сказать, заступая на ее же пользу. Вы знаете, я ему почему-то верю. На что обратить внимание Ивану Струеву в смысле культурной программы в городе Кире, на которую, кстати, жаловался губернатор, говорил, что афишу надо менять в Кире. Афишу надо менять? Не хватает событий культурных, высокого уровня. Высокого уровня? Ну, я не знаю, что, конечно, считать высоким уровнем, но как человек, который занимается в том числе и организацией, и прокатом артистов, я просто хочу сказать, что если сегодня кто-то подойдет к афише нашего города, я вам не знаю, хватит ли денег вообще куда-то либо сходить. Потому что, ну, на любой кошелек, ну, сегодня за три месяца, представляете, около ста мероприятий гастрольных, любых, начиная от всех. Но у губернатора есть свое, наверное, видение, он его должен обосновать каким-то образом. Что не так? Ну, губернатор как раз предлагал людям активным, современным, новоформатным обращаться со своими предложениями. Просто не сказал, куда, может быть, к Ивану Струю. Ну, а к Ивану Струю, я так понимаю, у вас есть точно уже четкое предложение. Это за время своего правления к 650-летию города снести СИЗО и построить концертный зал. Вятский ЗОР. Считайте, что это мои прожекты про фантазии Фарятиева. Но он же культурный деятель сейчас будет. Хозяйством будет культурным заниматься. Я же не пришел к директору муниципального образования города Киров. Есть такое предложение к Ивану Струю? Если вы сейчас, вот случайно оно слетевшее у меня с уст, допустим, если это оформится в какое-то предложение, если кто-то к этому отнесется серьезно, а оформит его в проект, упакует и, мало того, не просто построит, а потом еще будет знать, что дальше с ним делать. Потому что, я вас уверяю, Светлана, и вы, и я, и строи, и шульгины, и губернаторы имеют свойство быстрее заканчиваться, чем мы думаем. Понимаете, да? Это Руслан Мобедов и его особо. Главное, чтобы мы не заканчивались. Важно начать. А уж кто закончит, знаете, Саграда де Фамилия, вон 160 лет строится, но, тем не менее, она достраивается. А у нас есть такая история, один начал эту историю, а другой пришел и обнулил, понимаете, и сказал, что все это было ерель, давайте другое делаем. Причем каждый раз. Вот это грусть, печалька, как сегодня пишут. Руслан Мобедов, продюсер, общественный деятель, в программе «Особое мнение», у микрофона работала Светлана Занько. Всем доброго дня. До свидания.